всем привет всем привет сегодня мы едем новый зир будем проверять зрение у даши да мы всегда ну в принципе почти всегда ездим с леной лена тоже туда будет сегодня ехать вернее будет с катюши ехать хотя будет вот и не будем узнавать что нам скажут врачи для даши туда надо было по записи ехать с того боку хочу с этого может и буквы даже забыла а вот так вообще а тут конечно читали шли и н и 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 это и и и и и и и Так, один этап обследования у Даши уже прошел. Сейчас мы ждем, пока нас вызовут к следующему врачу. Даши закапали дважды глаза какими-то разными каплями. И у нее, по-моему, расширяются зрачки. Да, Даша? Походу. Походу. Но она этого не видится. Я только вижу. На камеру сейчас посмотрю. Да? Да. Не знаю. Обследование все занимает 2,5 часа где-то примерно. Долго Даши надо будет сидеть. Екатерина. Катя. Даш, по-моему, тебе зрачки побольше стал. А что? Говорит, Даша что, печет немного? Печет? По-моему, вот так. Ничего, сейчас пойдет. Тебе зрачки такие большие, реально. Можно я посмотрю? Здоровые. Да, посмотри, конечно. Такая шесть, самое интересное. Ай, а то воняло. Это просто Даша первый раз мы вот такой вот. Нравится? Подобрали мы вот для Даши такие примерно очки. Вот такой оправе. Правда, надо подождать их дней десять. Но ничего страшного, вот их сделают. Будет оно примерно себе. Нравится? Мы долго выбирали. Здесь большой выбор. Очень большой. Очень большой выбор, да. Какие-то такие, это такие всякие. Оно будет вот так вот примерно. Сказала девушка, можно Даши и линзы подобрать. Но линзы, наверное, побольше. Линзы мы еще не знаем. Да, Даша побаиваться. Так что будет, это такая она у меня красотка. Так, дали нам вот такую вот выписку. Обышкина. Да. В смысле Обышкина? Обышкина? Да, смотри. Обышкина. Должна быть Кубышкина. Немного. Обышкина, да. Да, написали Обышкина. Должна быть Кубышкина. Ну, ничего страшного, я думаю. Сейчас мы еще в кассу. Мы уже внесли первый взнос за очки, Даша. Сейчас поедем в эпицентр. Мы хотим кое-что посмотреть там, нам нужно. У нас уже там Елена ждет. Заждалась уже, пока мы здесь с тобой задержались. Что ты там бурчишь? Бурчу, я тоже бурчу. Что там тебе неудобно? Что Даша вышла на свет нормальный и начинает кривляться. Чего ты кривляешься? Мы сейчас будем ехать в эпицентр. Да. Да. Все, через 10 дней уже где-то 22-23 числа. Сказали 22-го уже позвонить. И уже можно будет приехать, забрать очечи. Очечи. Да, Дашка радуется, но на самом деле она расстроенная. Потому как говорит, мам, как я буду идти в школу, в очках? А линзы я не хочу надевать. Линзы ты боишься просто надевать. А насчет, по поводу линз можно, она сказала, вот эти, например, ежедневные на месяц. Но можно покупать, Даша, если что. Эх, что-то тебя что, солнце бьет? Тебе дать свои очки? Нет? Ну как хочешь. Мы заехали... Мама, смотри, да. А, воробушек сидит. Заехали в эпицентр, купили Косте подарок. Уже на день рождения. Он огромный. Воробушек. Киш. Вообще не боится. А тут прям проводите. Да, прям взяли, зашли покушать. Я себе взяла котлету. Один салат на двоих с Дашей взяли. Ну, а Дашей хлеб, господи, отбивную и картошку. Сок я уже свой допиваю и по соку. У меня апельсиновый, у Даши клубничный. Потому что голодный я реально. Сейчас сколько у нас времени, Дар? Пол шестого. Пол шестого. А кушали мы еще утром. Представляете? Это капец. Устала жестко вообще. Мам, я вот так не вижу. Ну, потому что тебе глаза закапали, поэтому не видишь, Даша. Не делай, что там уже паника какая-то. Все у тебя там нормально. Перестань. А что, можно сказать? Нет, можно просто. Ты уже делаешь прям такая тут проблема. Я думаю, что все будет хорошо. Да, в Косте уже скоро день рождения, поэтому... Мы долго думали, честно. Я уже даже сбилась с ног, что ему купить. Были разные предположения, но... Короче, выбрали подарок. Наконец-то. Ну, я подарком довольна. И очень надеюсь, что ему тоже он понравится. Как Даша с Бенусей дурачатся. Тяжелый, да? Он еще и грызет. Бенуля. Отдай коробку, ты что хотела? Да, сейчас на планшет наступишь. Не спеши, не спеши. Не спеши. Ты что хотела? Ой, красавчик. Какое у нас игривое настроение. Не спеши, Даша, не спеши, не спеши. Не спеши, дай ему зубками. О, кусок оторвал. А глянь какой. Отдай, говорю же. Боже, он уже взрослый, но такой игривый. Бенуля. Бенуля. Все равно, Бенуля. А теперь отдай банк. Не хочет он напрощаться с этой коробкой. Он уже ее просто развалил своей задницей. Бенуся. Ну, отдай. Бенуся. Отдай. Лежите же и катается. Ну, да. Типа он же и лежит с тем, чтобы ты его прокатила. Отдай, говорю. Отдай. Отдай. Смешной такой вообще, капец. Все. Забрала у него коробку. Теперь он залез в другую. Только она поменьше. Может, он хочет сважиться. Бенусь, ты решил на весы сесть, да? Свой вес узнать. Интересно. Но если бы их просто, Даша, понимаешь, включить и узнать его вес, он так просто же не подойдет, а они так не срабатывают. Можно включить, потом подождать, потому что он подойдет. Да не, он не захочет так. Думаешь, он так сразу подойдет и сядет. Привезли уже подарок для Кости домой. Сейчас я вам покажу заключение. Более детальное. То, что Даши поставили. Короче, получается... Что у нас здесь получается? Так. Меопия слабкого ступеня обоих очей. Это такой... Надо... Короче, первое, что надо делать. Надо очки носить постоянно. Так. Аппаратное лечение. То есть у них можно там, короче... Надо будет ходить еще на аппаратное лечение Дашки. Ну, прям у них там походить. А Катюха говорила, что ей действительно помогало. Режим здорового навантажения. И повторная диагностика через 6 месяцев. Через полгода. Так. Сейчас покажу вам. Вот. Я не знаю. Вот это правый глаз. 0,2 минус 0,75. Вот левый 0,7 минус 0,5. Ну, короче, как-то вот так вот. Да. Такой у нас... Высновок специалиста. И, наконец-то, вот этот вот подарок. Смотрите, это для Кости. Он реально огромный. Запечатывать я уже не стану. Кстати, можете написать в комментариях свои предположения. Что же это может быть? Честно, я даже не знаю. Вы, наверное, не догадаетесь. Но, все возможно. Видите, какой он огромный. Он реально большой. Коробочка такая. Похоже на какой-то, знаете, раскладной стол. Или на какую-то колонку, скажите. Ну, а вы напишите в комментах свои предположения. И, вы знаете, я на 99% уверена, даже на 100, наверное, что Косте понравится. Реально понравится. Да, вот так вот. Я такая довольная, как слон, честно. Мы просто с Костиком, мы очень долго думали, что подарить Косте. Короче, тут такой Костя лежит и говорит, Надь, ты знаешь, говорит, много лет назад, говорит, у Костика не было ремня. Ремня на штаны, поняли? И он говорит, что Костя, типа, он в душе рокер, говорит. И он мне подарил когда-то, говорит, такой ремень. Типа с такими заклепками разными и всем таким. А говорю, Кость, так что, мы Косте ремень подарим? Он говорит, нет, давай ему подарим электрогитару. Ну, чтобы он играл. Короче, ну, начали мы смотреть эту электрогитару в интернете. И все такое. С Леной начали. Я пришла, говорю, Лен, давай посоветуемся. Хочу ему электрогитару. Смотрели, смотрели. И тут, случайно, Лен, Костя наткнулся на эти электрогитары. Говорит, да вы что, я играть не имею. Я не хочу. То есть, это, ну, то есть, не нужно ему это просто. Я такая, думаю, фух, слава богу, что мы ее не купили. И, короче, пришла нам другая безумная идея. Да, и мы с Костей посоветовались и купили тут одну такую штучку. А какую можете написать мне в комментариях. Как вы думаете, что это за большая такая штука? Костя пришел с работы. Я ему сейчас поджариваю лук, перчик болгарский, морковка. Потом я туда тру такой помидор большой, чеснок. Вот уже приготовила. И буду варить ему макарошки. Спагетти, он очень любит макароны. Компотик Костя пил. Костяшки не существует, да, зайка? Не просто пить захотелось. Да, прям с кастрюли. Компот я варила. Не я, а Даша. С яблук. Прикольно. Все, паста уже почти готова. Так что можно Костю сейчас звать. Говорит, голодный, как волк. Вообще, знаете, это так на быструю руку очень удобно. Потому что пока поджаривается лук, трется морковка, бросается. Потом чуть-чуть водички добавила. Бросила я сюда сразу спагетти. Вот так вот. И такое вот блюдо получается с овощами. Такое, знаете, на быструю руку. Буквально, ну не знаю, 10-15 минут и все готово. Все. Может, после работы довольный. А довольный, потому что сытый. Нет, я обожаю. Что, серьезно? Ты меня, значит, просто за еду любишь, да? Не знаю. Что смотришь? Джека скинул про металлок. Короче, прокопатели. Да, можешь пока на пазу чуть поставить. Дай покушать. Ну прям на аппетит, хотела сказать. Очень вкусно. Это? Я рада, что тебе нравится. Ты такой голодный? А Костя мне принес пола арбуза. Купил. Я попросила его купить арбуза. Я уже даже надо грызла ее. Видите. Костя, сегодня поздно пришел домой. Так, есть, Кожен. Да. Верю. Не, ну я не хочу, слава богу. А я не знаю, там у меня в видео там есть, то чьи, то волки или лисы, как ты думаешь, черепы? Ну зубы были там точно. Ну зубы были реально большие. Я сегодня лису видел. И что, увидел только один рыбок? Да, лису я тоже очень много видел. Не, на Днепре. Да? Прям возле рыбаков бегала лиса. Наглая. Может она голодная? Знаешь, когда они голодные, они Костя выходят. Ну да. А ты чего возле рыбаков ходил? Я работал там. А, я поняла. Ну, чтобы вы понимали, Костя, может там где-то, например, ставить вот это питание на столбах, там проводы, вот это... Как они будут направлены? Как правильно сказать? Да, короче, как-то вот так вот. Как, провод, да, или как он? Провода. Провода, да. На столбах провода. Может, это общедоступно, непонятно. Я поняла. Окей. Не, ну честно, наглости этому коту просто нет предела. Я его со своего кабинета притянула сюда, в кухню. Он слазать не хочет. Не, ну не наглость. А ну останови, может слезет? Бену, слазь. Слазь, говорю тебе я. Ну давай, слазь. Не, нормально. Кот на стуле. Тяни его туда, в кабинет. Назад. Поехали. Назад. А ему нравится. Да, вообще. Ну вообще. Бену. 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 Слазь, говорю. Слазь, говорю. Давай наглость, слазь. Не, ну наглый кот. Ну реально наглый. Что за наглость, говорю? Ай. Что такое? Стукнулась, да? Капец. Это же наглость на носке. Костя что-то свои футболки все так поразвешивал. Да. Бену, ну слазь. Давай почешем. Если хочешь его чешать, то он шейно слизит. А если его против шерсти чесать? Кота, можно против шерсти чесать? Пусти, пусти. Ну не буду, не буду, Даша. Не буду. Не буду я тебе чесать. Не буду я тебя чесать. Не буду. Мам, давай еще я покрутил сарок космонавтом. Да, да. Я не вижу, чтобы это его Даша купала. Ну все, хватит бы его затошнить. Не обидно. Зайка, слазь, потому что мне надо работать. Мне надо работать. Никак. Ай, ну Бену, слазь. Как мы пытаемся прогнать кота? Ну мне надо работать. Все? Убежал? Убежал. Бену, перестань. Бену, ну все. Все, хватит. Еще и сердиться. Ну нормально? Бенуля, я понимаю, но мне же надо работать. Кисуля, работать, Наде, надо. Всех, кто сейчас кушал, я желаю приятного аппетита. И что говорю вам, всем пока, до новых встреч. Пишите свои предположения по поводу того, что скрыто под той простынью у меня в комнате для Кости. Всем пока, до новых встреч. Всем пока.